Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на библейском портале «Экзегет» хочется предложить вам некоторые размышления о том, как относиться к современной ситуации в мире. В свое время выдающимся богослову и миссионеру 20-го столетия, святителю Николаю Велимировичу, известному сербскому богослову, был задан вопрос о мировом кризисе. И хочется вашему вниманию, дорогие друзья, может быть кто-то не знаком с этим письмом, его зачитать. «Спрашиваешь меня, человек Божий, о причине и значении наступившего мирового кризиса. Кто я такой, что ты спрашиваешь меня об этой великой тайне? Говори, если у тебя есть нечто большее – молчание», – сказал святитель Григорий Богослов. «И хотя я нахожу, что сейчас молчание выше любого слова, но из любви к тебе, напиши, что я думаю об этом вопросе». «Кризис» – слово греческое, в переводе означает «суд». В Священном Писании слово «суд» употребляется многократно. Так мы читаем у святого псалмопевца Давида. «Сего ради не воскреснут нечестивее на суд». Псалом 1, 5 стих. Далее опять. «Милости суду воспою тебе, Господи». Псалом 100, 1 стих. Мудрый царь Соломон пишет, что от Господа придет суд всякому. Притчи 29, 6 стих. «И сам Господь сказал, отец мой не судит никого, но весь суд отдал сыну». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 22 стих. Святой апостол Петр пишет, «Время начаться суду с Дома Божия». Первое послание Петра, 4 глава, 17 стих. «Замени слово «суд» словом «кризис» и читай. «Милость и кризис воспою, от Господа придет кризис всякому. Отец весь кризис отдал сыну. Время научиться кризису с Дома Божия». Прежде европейцы, если постигало их какое-то несчастье, употребляли слово «суд» вместо слова «кризис». Сейчас слово «суд» заменили словом «кризис». Понятное слово, то есть понятное слово «суд» заменили менее понятным. Наступала засуха, говорили, это суд Божий. Наводнение, суд Божий. Начиналась война или эпидемия, люди говорили, суд Божий. Землетрясения, саранча, другие бедствия всегда говорили одно – суд Божий. Значит, кризис из-за засухи, кризис из-за наводнений, из-за войн или эпидемии, и теперешняя финансово-экономическая катастрофа, народ смотрит на нее как на суд Божий, но называет ее не судом, а кризисом. Дабы умножилась беда от неразумия. «Ибо когда произносилось понятное слово «суд», то есть вот как обращает внимание, да, свидетель Николай, когда происходили какие-то бедствия, войны, междоусобицы, засухи, землетрясения, люди говорили, суд Божий. И люди понимали, что это все не просто так. Была понятна и причина, которая привела к беде. «Был известен и судья, попустивший беду, цель, ради которой беда была попущена». Подмена, после подмены слова «суд» словом «кризис» малопонятна для большинства. Никто не может объяснить ни от чего он, ни от кого, ни для чего. Обратите внимание. Мы смотрим на какие-то бедствия, на такие катаклизмы и задаем вопрос. Господи, за что нам? Вот за что? Не понимаем для чего, от кого и с какой целью. Только этим и отличается теперешний кризис от кризиса, происходящего из-за засухи, наводнения, войны или эпидемии, саранчи или другие напасти. Ты спрашиваешь о причине настоящего кризиса или суда Божия, причина всегда одна. Причина всех засух, наводнений, эпидемий и других бед та же, что и нынешнего кризиса – богоотступничество. Грех богоотступничества вызвал и этот кризис, и Господь попустил его, чтобы пробудить, отрезвить людей, чтобы они опомнились и вернулись к нему. По грехам и кризис. В самом деле Господь использует современные средства, чтобы вразумить современных людей. Он нанес удар по банкам, биржам, по всей финансовой системе, опрокинул столы, менял всего мира, как когда-то Он сделал это в Иерусалимском храме. Вы знаете хорошо это событие, оно дважды упоминается в Евангелии от Матвея, в Евангелии от Иоанна, когда Господь вошел в Иерусалимский храм и опрокинул столы, менял. Он произвел небывалую панику среди торговцев и менял, возмутил, низверг, смешал, смутил и вселил страх. И все для того, чтобы надменные европейские и американские мудрецы пробудились, опомнились и вспомнили Бога. Для того, чтобы они, утвердившиеся в гавани материального благополучия, вспомнили о душах, признали свои беззакония и поклонились Богу Вышнему, Богу Живому. Как долго продлится кризис? До тех пор, пока надменные виновники не признают победу всесильного, пишет святитель Николай. До тех пор, пока люди не догадаются непонятное слово «кризис» перевести на свой родной язык и с покаянным вздохом не воскликнуть «суд Божий». «Назови и ты, честный отче, кризису Дом Божиим, и все будет тебе понятно. Приветствую тебя и мерь тебе от Господа». Вот такое мудрое письмо святителя Николая Сербского, письмо номер 8 из его миссионерских писем. Давайте задумаемся над этим, дорогие друзья. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...